Готовитесь к экзамену по английскому языку? Планируете выезд за границу? Или просто хотите смотреть свои любимые зарубежные сериалы в оригинале? Тогда сайт Puzzle English к вашим услугам. Здесь вы можете улучшить своё произношение. Навыки грамматики, говорения и письма, независимо от исходного уровня знаний. Каждый сможет найти занятия по душе. Игры на понимание англоязычной речи на слух, увлекательные викторины, видеоуроки по каждой теме, словарь, экзамены и многое другое. Весь мир говорит на английском, а ты уже начал? Тогда вперёд к мечте вместе с Puzzle English. Хочу напомнить вам, дорогие друзья, все рецепты в текстовом варианте вы можете найти в группе канала во Вконтакте. Ссылочка в описании под видео. Горячие блюда будут обязательно на каждом праздничном столе на новый 2020 год. Женщины хотят удивить гостей, поэтому ищут новые и оригинальные рецепты. Так как хозяйка года крыса считается непривередливым и всеядным животным, горячее можно приготовить из свинины, птицы, говядины, рыбы и так далее. Свиные ребрышки по-канадски. Готовятся ребрышки очень просто, но яблочный соус делает их вкус просто бесподобным. Нежное мясо со сладковато-карамельным привкусом паразит даже изысканного гурмана. Вы сможете удивить гостей этим простым в приготовлении блюдом. Следует подготовить следующие ингредиенты. 1 килограмм ребер, 80-100 грамм яблочного пюре, 80-100 грамм томатного соуса или кетчупа, 3 столовые ложки соевого соуса, половина чайной ложки корицы, 1 столовая ложка коричневого сахара, 1-2 столовые ложки лимонного сока, 1 чайная ложка паприки, половина чайной ложки сухого чеснока, чёрный жгучий перец, соль. Чтобы приготовить нежное мясо, выполните несложные действия. Рёбра разделите на порционные части, промойте и высушите салфеткой. Затем отставьте их в сторону и займитесь приготовлением маринада. Готовое яблочное пюре подойдёт и детское питание. Смешайте со специями и кетчупом, или томатным соусом. Если нет сухого чеснока, можно взять пару зубчиков обычного и пропустить через мясорубку. В приготовленный маринад поместите ребра. Следите, чтобы маринад полностью покрывал мясо. Оставьте на пару часов. Выложите ребра на противень и накройте фольгой. Запекайте в духовке при температуре 180-200 градусов 40-50 минут. Уберите фольгу и продолжайте запекать до появления золотистой корочки, периодически смазывая остатками маринада. Сразу подавайте на стол с любым гарниром. Если остался маринад, проварите его на небольшом огне и подайте в качестве соуса. Пикантная говядина с апельсиновым соусом. Рецепт пикантного горячего блюда на новый 2020 год пригодится хозяйкам, которые любят остренькое. Хотя остроту блюда можно менять в зависимости от личных предпочтений. Достаточно уменьшить количество острого соуса или вовсе не использовать его под приготовлением. Для говядины в апельсиновом соусе потребуются следующие продукты. 600-700 грамм мяса без кости, стакан апельсинового сока, 2 зубчика чеснока, 2 сладких перца, 5 столовых ложек соевого соуса, 2-3 столовые ложки острого соуса, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чечная ложка кунжутного масла, 1 столовая ложка кукурузного крахмала. Говядину порежьте небольшими кусочками, болгарский перец соломкой, а чеснок мелко порубите. Сковороду хорошо разогрейте на огне. Влейте растительное масло, а затем отправьте говядину. Обжаривайте на сильном огне 5-7 минут. Добавьте подготовленные ранее овощи и жарьте всё вместе ещё 2-3 минуты. Теперь займитесь приготовлением апельсинового соуса. Для этого в миске смешайте апельсиновый сок, острый соевый соус, кунжутное масло, слегка взбейте венчиком, а после вылейте в сковороду с мясом. После закипания тушите всё 10 минут на небольшом огне. Крахмал разведите в 2 ложках холодной воды. Влейте смесь в сковороду и продолжайте тушить ещё 2-3 минуты. Пока смесь не загустеет, затем сразу подавайте. Можно при подаче украсить зеленью. Куриные кармашки с грибами. Заслуживают внимания и куриные кармашки, с приготовлением которых справится даже молодая и неопытная хозяйка. К тому же потребуется несложный набор продуктов. Два куриных филе, 100 грамм сыра, пучок зелёного лука, 100-150 грамм грибов, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка паприки, 2 зубчика чеснока, соль и перец. Сначала нужно замариновать мясо. В курином филе нужно сделать надрезы, так чтобы получился кармашек. Пропущенный через пресс чеснок смешайте с паприкой, оливковым маслом и перцем. При желании можно использовать любимые травы. Приготовленное смесью нужно хорошо натереть подготовленный филе. Сложите их в миску и отставьте в сторону, а пока займитесь начинкой. Грибы порежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде. Добавьте к грибам тёртый сыр и рубленый зелёный лук. Перемешайте. Начинка готова. Грибы с сыром уложите в куриные кармашки. Закрепите их зубочисткой, чтобы не открывались во время запекания. Уложите на противень и накройте фольгой. Запекайте 30-40 минут. Затем фольгу уберите и готовьте ещё 5-10 минут до появления аппетитной корочки. Возвращайте до 30% от покупок с кэшбэк-сервисом Letyshops. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Совершайте покупки как обычно и получайте часть денег обратно. Выводите средства любым удобным способом и тратьте на своё усмотрение. Регистрируйтесь на сайте Letyshops.com и получите премиум аккаунт в подарок. Горбуша в мят на сливочном соусе Если хотите удивить гостей, тогда приготовьте на новый 2020 год горячее из горбуши. В приготовлении блюдо несложное, зато вкус нежной рыбки сразит любого на повал. Для приготовления потребуется 1 кг горбуши, несколько листиков мяты, 250 мл сливок, 2 ч.л. коричневого сахара, немного тимьяна, растительная масса для обжаривания, соль. Сначала в ступке разотрите сахар, тимьян и соль. Если горбуша целая, разделите её на стейки. Разогрейте сковороду на сильном огне. Стейки горбуши с одной стороны посыпьте смесью из сахара и специй. Далее посыпанной стороной отправьте горбушу на сковороду. Убавьте огонь, чтобы рыба не подгорела. Пока обжаривается одна сторона, смесью из специй и сахара посыпьте другую. Жарьте рыбу 2-3 минуты. Затем переверните и обжаривайте столько же. Горбуша должна приобрести красивую и аппетитную корочку. Переложите стейки в кротвень и займитесь приготовлением соуса. Несколько листиков мяты измельчите блендером и смешайте со сливками. Залейте сливочной смесью рыбу и отправьте её в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте 20-25 минут под фольгой, затем фольгу уберите, чтобы рыбка красиво подрумянилась. Сразу подавайте на стол. Индейка в медово-горчичном соусе. Для приготовления понадобится немного времени и простой набор продуктов. 500-600 грамм филе индейки, 2-3 чайные ложки мёда, 1 чайная ложка прованских трав, 1-2 чайные ложки горчицы, 1-2 столовые ложки апельсинового сока, 1 столовая ложка оливкового масла, соль и перец. Для этого промойте и просушите с лафеткой грудинку. Натрите её со всех сторон солью, перцами и прованскими травами. Поместите в миску, полейте сверху апельсиновым соком. Он не только придаст особый вкус мясу, но и сделает его нежным и мягким. Накройте миску пищевой плёнкой и отправьте индейку в холодильник хотя бы на час. Мариновать можно и целый день. Мёд смешайте с оливковым маслом и горчицей. Если мёд засахарился, сначала растопите его. Полученное смесью натрите филе индейки. Можно добавить немного любимых травок. Запекайте грудинку при температуре 180 градусов, пока сверху не появится румяная корочка. Периодически поливайте мясо соком из противня. Перед подачей порционно нарежьте. Кролик в пиве. Нежное мясо кролика отлично сочетается с любым гарниром и придётся по вкусу всем гостям. Для приготовления потребуются такие ингредиенты. 1,5 кг тушки кролика, 2-3 столовые ложки растительного масла, 300 мл пива, 2 луковицы, Немного листьев базилика, 1 столовая ложка муки, 2-3 зубчика чеснока, соль и специи. Тушку кролика промойте и разделите на порционные куски. Обжарьте мясо на сильном огне на растительном масле. Желательно жарить кролика в несколько приходов, чтобы он хорошо обжаривался, а не тушилте. Очищенный лук порежьте полукольцами. Чеснок мелко порубите. Сложите мясо в форму для запекания. Уложите сверху овощи, рубленный базилик. Посыпьте всё солью и специями, залейте пивом, а затем долейте воды, чтобы кролик был полностью покрыт жидкостью. Накройте форму сверху фольгой и отправьте на 1,5-2 часа. Мясо кролика должно стать мягким. Подавать на стол нужно сразу. Свиной рулет с черносливом и яблоками. Порадовать гостей можно аппетитным свиным рулетом. Для его приготовления нужны такие продукты. 1 кг свинины без косточки, 100 г чернослива без косточек, 2 столовые ложки кедровых орешков, 2 яблока, 1 столовая ложка лимонного сока, соль и специи. Подготовьте начинку для рулета. Чернослив залейте кипятком и оставьте на время. А пока очистите яблоки и порежьте небольшими кусочками. С чернослива слейте воду и нарежьте его небольшими кусочками. Смешайте сухофрукты с яблоками и кедровыми орешками. Полейте лимонным соком. Лимонный сок не даст яблокам темнеть. Кусок свинины разрежьте так, чтобы получился пласт небольшой толщины. Можно слегка мясо отбить, чтобы оно было нежнее и сочнее. Посолите и по желанию натрите специями, хотя это не обязательно. Выложите сверху начинку и сверните рулетом. Свяжите ниткой, чтобы рулет не распадался во время запекания. Отправьте рулет в духовку, нагретую до 180 градусов. Через 20 минут прикройте фольгой, чтобы он не подгорел. И продолжайте запекать еще 40-50 минут. Когда блюдо будет готово, нитки уберите, а рулет порежьте на куски. Хочу напомнить вам, дорогие друзья, все рецепты в текстовом варианте вы можете найти в группе канала во Вконтакте. Ссылочка в описании под видео. Ну и на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. И если это действительно так, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Также на моем канале вы можете найти много интересных видео про Новый 2020 год и вкусные и интересные рецепты для праздничного стола. Загляни в описание, там ты найдешь много ссылочек, которые помогут тебе сориентироваться на моем канале. А с вами был Мистер Лис, всем удачи, всем пока!